Наихудший стресс для иммунитета — это стресс не от тренировок, не от работы, не от отношений, не от денег, не от брака и даже не от ковида. Худший стресс происходит от потерь, развод, утрата близкого. Вот худший стресс, который может произойти. И чем ближе вы были с человеком, тем сильнее этот стресс, потому что он буквально шокирует организм. Иначе это называется скорбь. На эту тему есть интересные исследования. Это период грусти, одиночества и горя. Это существенно угнетает белые кровяные тельца до такой степени, что человек становится очень уязвимым для инфекций. Когда я практиковал, я всегда спрашивал у людей, когда у вас началось аутоиммунное заболевание. И в девяти из десяти случаев это было после утраты. Может возникнуть синдром хронической усталости, рецидив какой-то инфекции. Это может ослабить иммунитет и сделать человека более уязвимым для вирусов. И вот что очень важно для иммунной системы организма. Большую часть времени надо заниматься именно укреплением иммунитета, а не пытаться с чем-то бороться. Вам нужно убедиться, что вокруг вас дружественная и целебная обстановка. Если обстановка вокруг постоянно напоминает вам о близком, которого не стало, то, скорее всего, вам лучше не станет. Прекратите получать плохие новости, а лучше вообще откажитесь от новостей, не смотрите новости по телевизору. Обычно там один негатив. Общайтесь только с друзьями и членами семьи, которые поддерживают вас. Остальных избегайте. Постоянно двигайтесь. Часто бывает, что когда человек теряет близкого или испытывает что-то подобное, он становится недвижим. Часто лежит в кровати, никуда не выходит и прекращает двигаться. Большая ошибка. Нужно двигаться, стараться быть активным. Приглашаю вас на свой курс «Надпочечниковый тип телосложения». Это самый частый тип, благодаря такой вещи, как стресс. На курсе я покажу, как вывести стресс из организма, вернуть красивое тело и избавиться от телосложения надпочечникового типа. Стресс тесно связан с иммунитетом, поэтому в пакете ПРО вас ждет подарок. Уникальный новый курс «Как укрепить иммунитет». Я расскажу, как работает иммунитет, что его снижает, и дам список лучших средств для его укрепления. Жду вас на курсе. Музыка — отличная терапия. Кето вместе с интервальным голоданием могут значительно снизить стресс в организме и перевести некоторые инфекции в ремиссию, если те активны. И последнее. Надо продолжать создавать свою жизнь, продолжать жить, что-то делать, заниматься своим хобби, а не лежать целыми днями, ничего не делая. Спасибо за просмотр.